Фрезеровщик третьего разряда Сергей Семенов в конкурсе профессионального мастерства на ракетостроительном заводе участвует впервые, хотя работает уже пятый год. Признается, чтобы здесь победить, нужно быть мастером своего дела. Тощат конкурсные детали, которые не относятся к космической тематике, но элементы копируют те, что применяются в производстве. Фрезеровщик уверен, конкурс стимулирует работать более эффективно. Для повышения квалификации рабочих получается, показать себя. Сергей Сухов, начальник слесарного цеха, был одним из тех, кто 19 лет назад возродил конкурс профессионального мастерства на заводе «Прогресс». С тех пор в нем показали свое мастерство порядка тысячи рабочих. Раньше за победу дарили бытовую технику, сейчас присваивают очередной разряд и повышают зарплату. В начале, когда был 2002 год, только начинали, было всего 7 конкурсантов. На сегодняшний день уже 20 человек. Ну, отличие, в принципе, то, что немножко усложнилась задача по выполнению. Раньше, если мы делали один год кувалду, другой год молоток, чередовали, то на протяжении последних 5 лет мы делаем более сложную сборку, это фильтр. Конкурс проводится по четырем дисциплинам – токарь, фрезеровщик, слесарь и радиоэлектрик. Лучших специалистов выбирают в два этапа. Претендентам на победу нужно изготовить деталь и сдать теоретический экзамен. Многие говорят, что это умирающая специальность, но я не соглашусь с этим. Хоть в цехе имеется много программных станков, новых, современных, но все же при изготовлении ракет космической техники от универсального оборудования мы никуда уйти в данный момент не можем, потому что человек при изготовлении деталей чувствует материалы, чувствует размеры и ни в коем случае не сделает брак. Конкурс профмастерства посвящен первому полету человека в космос. Эти соревнования – не дань событию, а непосредственное участие предприятия в строительстве и запуске космического корабля «Восток» 60 лет назад. Сейчас завод собирает в среднем по 20 летательных аппаратов в год. Строить ракеты стало престижно, считают представители самарской молодежи. «Приемные комиссии, мы тоже принимаем участие, спрашивают, а ребята, у вас есть такие возможности в институт?» Очень хорошо ответил один молодой человек, понравилось, я вот сам слышал, он сказал, что высшее образование получит успею всегда, но мне интересно работать с железом, и знаний требуется гораздо больше даже, чем иногда инженеру». Конкурс профмастерства открывает наиболее талантливых специалистов, а для ракетно-космической отрасли – это важный элемент повышения качества производства и сборки летательных аппаратов. Это значит безопасность полетов и доставки грузов на околоземную орбиту. Ведь именно за станками и экзаменационными партами ежегодно вот уже почти 20 лет рождаются мастера своего дела. Сергей Кизоркин, Константин Головин. События.